16 июля рестораны, кафе и буфеты возобновили свою работу. Однако теперь общепитам приходится соблюдать новые санитарные нормы и стандарты. Как справляются люберецкие заведения, проверил глава Владимир Ружицкий. Всем привет! В эфире Афиша. С вами я, ее ведущая Анна Троян. К сожалению, это не более чем приятное воспоминание из жизни до пандемии. Съемки программы Афиша пока на паузе. Все развлекательные центры и рестораны открыты, однако массовые мероприятия. Пока под запретом. Режим никаких больше вечеринок пока не отменили. Но затасковавшие по развлечениям вне дома и этому рады. Даже в будни на досуговых площадках, в боулингах и развлекательных центрах. Многолюдно. Очень скучали по развлекательным центрам. Внук вообще был в печали, потому что он вообще любитель. Ну а мы уже с ним вместе в это очень скучали. Прям праздник сегодня для души. Праздник пришел еще и на улицу владельцев развлекательных центров и общепитов. Правда, по сограничительное время продиктовало новые условия. К стандартным требованиям Санпина добавились противовирусные. Маска и перчатки у персонала теперь обязательны как униформа. Всех работников тестируют на ковид. Состояние здоровья проверяют и у клиентов. На входе посетителей встречают с прежним гостеприимством, но с термометром в руках. Вместе, пожалуйста, можете измерить вам температуру? Измерить? Да. Безопасность в заведениях сделали удобной. Повсюду расставлены санитайзеры. Дезинфекции подлежат абсолютно все поверхности. А это перила и ручки дверей, игровой инвентарь и мебель. Хоть и меню обрабатывается после каждого гостя, все же некоторые боятся заразиться. На этот случай в руководстве ресторана есть особая функция. Меню по QR-коду, одно ловкое нажатие пальцем и все блюда у вас в телефоне. Первыми на ковидные новшества перешли летние веранды. Они возобновили работу еще 12 июня. Но, несмотря на это, признаются рестораторы, сейчас тяжело нагнать былую выручку. Прибыль сократилась вдвое. Спасла поддержка государства. Ресторанный бизнес попал в список наиболее пострадавших отраслей экономики. Поддержка государства очень ощутима была. Мы получили выплату на каждого сотрудника. Это позволило нам сохранить наш штат и, в общем-то, как-то проще пройти этот сложный период. Были выплаты за апрель и за май месяц. Вернуться на прежний уровень сейчас мечтает 179 люберецких развлекательных заведений. Пандемия пандемии, вирусом вирусом, а жизнь берет свое. И она возьмет свое. Поэтому я надеюсь, что в самое короткое время мы вернемся на те горизонты, которые были у нас там в феврале до марта месяца. И этого все ждут. Мы понимаем, что в таких непростых условиях надо помочь, как говорят, материально, финансово нашим предпринимателям. Потом это все вернется в сторис. Поможет также полное снятие ограничительных мер. Но пока остается только ждать массовый наплыв клиентов. Сейчас разрешено не более половины от полной загрузки помещений. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.